Азиатская сессия среды начинается с новостей о значительном падении стоимости золота. Это происходит на фоне роста индекса американского доллара. В это же время аналитики считают, что опубликованные уже сегодня данные из так называемой бежевой книги Соединенных Штатов могут стать настоящим бычьим триггером для позиций золота. Мы внимательно знакомились с ситуацией и готовы поделиться с вами. В первую очередь, сохранение мягкой денежно-кредитной политики в Соединенных Штатах способствовало росту индекса доллара. На данный момент ситуация в целом прогнозируемая и контролируемая. Сейчас котировки индекса американской валюты находятся вблизи отметки 92.60, и по мнению аналитиков, график может достичь сегодня более высокого значения – уровня 92.80. Правда, после этого может возникнуть нисходящий отскок, если новости от представителей Европейского Центрального Банка о сокращении объема закупок оправдаются. Эксперты уверены, что именно подъем доходности казначейских облигаций США побудил инвесторов сократить короткие позиции в паре евро-доллар перед заседанием Европейского Центрального Банка, которое состоится уже завтра. И дальнейшее развитие событий зависит уже от сегодняшних ключевых данных. Что касается пары американского доллара и японской иены, то здесь мы видим явное превосходство валюты США. Иена начала слабеть, а график пары поднялся до значения 110.40. И даже опубликованные данные о росте ВВП в Японии не изменили эту тенденцию. К слову, ВВП Японии за второй квартал года вырос на 0,1%. Следующая цель котировок на графике составляет 110.60, но она может быть не достигнута. Вероятнее, до этого произойдет отскок. И дело в том, что сегодня может произойти отскок доллара из-за решения Европейского Центрального Банка, и тогда котировки пары могут снизиться до отметки 109.65. В то же время Центральный Банк Австралии во вторник подтвердил планы сокращения масштабной программы покупки облигаций, рассчитывая на быстрое восстановление экономики. Регулятор удивил некоторых инвесторов сокращением объема покупок облигаций на 1 млрд австралийских долларов в неделю. При этом он также продлил программу покупок облигаций до середины февраля, что было воспринято рынком как голубиная уступка. В целом, это положительно повлияло на курс австралийского доллара и в паре с американской валютой котировки достигли уровня 0.7373. По мнению аналитиков технического анализа, рост пока не ожидается, а снижение может продолжиться вплоть до отметки 0.7340 с последующим отскоком на коррекцию. В целом ситуация выглядит более чем интересной. Уже сегодня мы узнаем о том, как поведут себя инвесторы и трейдеры по результатам важных публикаций. Поэтому оставайтесь с нами и не пропускайте новостей. Увидимся в следующем видео!